Судовская Аравия Такое ощущение, что вот это всё было заранее подготовлено уже, и как только событие состоялось, сразу после этого процесс был запущен. Запущен так называемой изоляцией Ирана. Ну, совершенно понятно, что Иран изолировать невозможно в регионе, и поэтому вот такого рода попытки Саудовской Аравии на фоне внутренних серьёзных проблем, связанных с тем, что низкая цена на нефть, она, конечно, бьёт по возможности реализации социальных обязательств. В условиях сокращения золотовалютных резервов. Это всё приводит к тому, что на самом деле вот эта борьба для Саудовской Аравии, её победа в этой борьбе не является очевидной с маличьей точки зрения. Но мне хотелось бы всё-таки немножко приподняться над этими событиями, посмотреть, а как дальше события могут развиваться в более длительной перспективе. Мне кажется, что для Соединённых Штатов Америки в долгосрочной перспективе Ирану-Судовский конфликт не нужен. Потому что если исходить из, там, ориентировочно, в 2020 году, к примеру, Соединённые Штаты Америки хотели бы уйти в ЭТР. Именно туда направлен их основной военный потенциал будет. И об этом есть там звонки по Сингапуру, например, по закладке флота. Потому что совершенно понятно, что если Соединённые Штаты Америки постепенно из региона будут уходить, но, наверное, им всё-таки конфликт там такой сильно не нужен. Я имею в виду процесс от среднесрочной перспективы. То в краткосрочной перспективе понятно, что ослабление, наверное, взаимное Ирана и Саудовской Аравии американским интересам отвечает. И поэтому с этой точки зрения вот такой рода конфликт, который гипотетически придёт к ослаблению обоих государств, он, наверное, американцы могли бы этому как-то способствовать. Теперь посмотрите, как Соединённые Штаты Америки хотели выстроить отношения буквально немножко раньше, до заключения соглашений по ядерной сделке. Соединённые Штаты Америки пытались развернуть систему противоракетной обороны. Были заключены соответствующие соглашения о поставках в часть системы противоракетной обороны типа ТХАТ. К чему это вело? Совершенно было понятно, что создание любой системы противоракетной обороны в условиях, когда Саудовская Аравия без значительной превосходства в боевой авиации вынуждала Иран на наращивание ракетного потенциала. Здесь ответ был совершенно понятен. Это должно было провоцировать гонку вооружений в регионе. Насколько я понимаю, Соединённые Штаты Америки сейчас к этому стали относиться не столь однозначно, потому что, в всяком случае, разговоры о создании рубежа противоракетной обороны несколько ослабли, может быть, потому что Соединённые Штаты Америки больше вовлечены в борьбу с исламской государственной территорией Ирака. Но в целом получается такое ощущение, что Соединённые Штаты Америки стали немножко сторониться от этого противостояния, которое, наверное, им позволяет не столь втягиваться в троту ресурсами. То есть Соединённые Штаты Америки всё же, по моим личным ощущениям, цель постепенного ухода из региона не сняли. Возникает вопрос, а кто там остаётся? А вот там остаётся как раз те государства, которые сейчас пытаются как-то договориться или, положим, определить свой статус в этом регионе. И здесь мне хотелось бы обратить ваше внимание вот ещё на что. Я полагаю, что при всей нашей нелюбви к Саудовской Аравии, Саудовской Аравии сейчас мучительно начинает искать партнёров. Конечно, у меня нет никаких иллюзий в отношении того, что Россия может помирить, например, Ирану с Саудовской Аравией. Но зачем нам отказываться от контактов, если Саудовская Аравия идёт на эти контакты? Да, действительно, может быть, это будет не сельское хозяйство, может быть, это что-то будет другое. Но, во всяком случае, вот этот поиск, поиск новой опоры Саудовской Аравии, мне кажется, он имеет место. И в этих условиях Россия могла бы иметь, например, свою роль в этом процессе, и это могло бы в чём-то нам помочь. Помочь по разным направлениям. И, может быть, в чём-то могло сказаться на ситуации в Сирии, в позитиве. То есть, во всяком случае, я думаю, что нам не надо недооценивать возможность некоторого улучшения отношений с Саудовской Аравией. И не для того, чтобы это быть, но мы не должны быть, положим, дружить с Саудовской Аравией против Ирана, или дружить с Саудовской Аравией против Сирии. Это невозможно совершенно. Мы просто должны в этой ситуации, когда США постепенно из региона уходят, занять своё место. Вот к чему я призываю.